В Музее Лобачевского Казанского Федерального Университета открылась выставка про радио. Она посвящена 126-летию со дня изобретения радио. Чем эта выставка в Музее Лобачевского отличается от всех предшествующих, расскажем в следующем сюжете. На выставке представлена коллекция радиоаппаратуры Музея и лаборатории Завойск. Приемник по ПО, приемники и радиодетали 1920-х, 1950-х годов, советская военная и бытовая радиотехника. Здесь есть не только отечественные радиоприемники, советские, но и радиоприемники, которые были сделаны в зарубежных странах. Этим выставка тоже интересна, потому что заимствование в науке имеет место. В хорошем смысле слова заимствование. Также можно увидеть документы, плакаты, фотографии, характеризующие различные этапы развития истории радио. Директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова отметила, что экспонаты представил и музей квартиры Попова в Петербурге. В Казанском же университете первая радиоаппаратура начала применяться в конце 1920-х годов. Мы обратили внимание, что люди, профессора университета, а тогда еще, может быть, студенты или просто выпускники университета, принимавшие участие в Великой Отечественной войне в качестве связистов, в качестве танкистов или летчиков, они использовали всевозможные виды связи. И, вернувшись в Казанский университет, они продолжают работать в этом направлении. Например, Романов стоял у истоков создания кафедры радиофизики. Костылев создал кафедру радиоастрономии. Художником-дизайнером в выставке «Про радио» выступил художник-конструктор Музея истории Казанского университета Максим Медведев. Именно благодаря оформлению выставка выглядит совсем иначе, чем предшествующие выставки Музея Лобачевского. Я бы сказала, что это новый этап в выставочном деле нашего Казанского университета, поскольку здесь есть и дополненная реальность, то есть по QR-кодам можно более подробно познакомиться с информацией про экспонаты. Можно увидеть те экспонаты, которые скрыты от глаз. Например, здесь представлена гимнастерка одного из воспитанников университета, в нагрудном кармане которой хранится открытка. Мама в этой гимнастерке я прошел от Вислы до Берлина. Сохрани ее. Выставку подготовили сотрудники Музея истории Казанского университета, Музея лаборатории Завойского, Института физики КФУ, Научной библиотеки Лобачевского, Геологического музея, партнеры выставки Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени Ленина, Музей истории связи Республики Тарстан. Куратор выставки, заместитель директора Музея истории Казанского университета Фарида Вагапова отметила, что все было подготовлено в короткий срок, за два месяца. Мы хотим, чтобы на эту выставку в первую очередь приходили дети, абитуриенты, наши студенты, чтобы они увидели, какое чудо было радио на то время. Сейчас мы живем в век интернета и не понимаем, что в 1920-30-х годах у людей этого не было. Единственным средством получения информации было именно радио. Посетить выставку про радио в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета можно до 27 августа. Эджемия Небаева, Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универ Ньюс.